В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Рязанская область и деловая Россия подписали соглашение о взаимодействии в сфере привлечения инвесторов. Уникальный археологический объект под угрозой исчезновения. И уходивший от погони полиции рязанец устроил сразу несколько аварий. Рязанская область договорилась о сотрудничестве с «Деловой Россией». В пятницу исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов и глава организации «Деловая Россия» Алексей Репик подписали соглашение. Документ предусматривает взаимодействие по привлечению в регион инвесторов, а также в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. По моему мнению, малый бизнес – это основа экономики каждой развитой экономической страны. Чем он успешнее, чем его больше, тем, собственно говоря, эффективнее экономика в любой стране. Таким образом, «Деловая Россия» займется популяризацией возможностей региона в деловых кругах и поможет решать вопросы на федеральном уровне, в том числе по адресной поддержке проектов. В первую очередь, я считаю, что инвестиции идут туда, где бизнесу легко дышится, где у бизнеса есть взаимопонимание с региональными органами исполнительной власти. Глава «Деловой России» напомнил о причастности любимого к инвестиционным успехам Калуги и выразил уверенность, что и Рязанская область будет знаменита не только Есениным, но и, цитирую, классными инвестпроектами. В ходе строительства нового здания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на улице Соборной уничтожают археологический объект. Тревогу бьют ученые. Уникальный культурно-исторический слой, по мнению археологов, оказался под угрозой исчезновения. В проблеме разбирался мой коллега Валерий Седов. В нашем городе одна стройка сменяет другую. Порой кажется, что строительство не прекращается вовсе. Но обычные жители часто не знают, на какой земле располагается их дом или офис, и что за историю она хранит в себе. Правда, иногда кажется, что не знают этого и сами строители. Например, место, где возводят новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Сейчас к нему подводят необходимые коммуникации, углубленные в грунт. Но именно этой траншеей был уничтожен археологический культурный слой XII-XIX веков. Ранее на этом месте проводились раскопки Институтом археологии Российской академии наук. В 2015-2016 годах были сделаны очень интересные находки, ряд которых для истории города Рязани вообще сенсационный. Но, к сожалению, вот эти работы, которые, работы по прокладыванию траншей, которые осуществлены здесь всего несколько дней назад, в пятницу, 7 апреля, полностью уничтожили археологически ценный культурный слой на площади около 100 квадратных метров. Историческая ценность участка улицы Семинарской, улицы Соборной, где мы сейчас с вами стоим, она... Она огромна. И доказывать здесь что-либо было вообще излишним. Согласно федеральному закону номер 73 ФЗ, перед земляными работами в границах объекта археологического исследования проводится историко-культурная экспертиза. После этого принимаются необходимые меры по сохранению участка, который может быть поврежден или уничтожен. Перед строительством здания музея такая экспертиза проводилась. Во время ее проведения археологами были найдены артефакты, поражающие воображение. Например, фрагмент сирийского кубка с необычной росписью, а также множество предметов быта. Траншея же была положена без необходимых согласований. Хорошо видно, что стенки строительной траншеи фиксируют стратеграфию, то есть вертикальный след с последовательностью слоев. Верхний слой примерно 60-70 сантиметров. Это на пластовании 20 века. В археологическом плане они мало интересны. Но ниже располагается темный, однородный культурный слой как раз эпохи средневековья, нового времени. В нем нет включений пластика, нет фрагментов асфальта или кирпича. Этот слой достаточно древний. Именно он интересен для археологического изучения. Сейчас вся эта земля вывезена на строительную площадку и разровнена бульдозером. Поэтому определить последовательность слоев, глубину залегания остатков жилищ и предметов быта невозможно. Допустим, на той территории, которую мы сейчас с вами видим, на площади 100 квадратных метров, находились сохранившиеся культурные слои, археологические предметы, последовательность залегания которых могла бы очень много рассказать о характере заселения на данной территории, о характере ее хозяйственного освоения на разных этапах. К сожалению, сейчас мы эту возможность утратили. Учитывая крайнюю скудность письменности по истории Переславля-Рязанского, любые археологические исследования на территории Рязани могут стать, если не сенсацией, то нести в себе важную историческую информацию. Сейчас часть исторического пласта утеряна навсегда. Теперь мы ждем комментариев от начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Необычные происшествия продолжают случаться в нашем городе. Так, душевно больной рязанец захватил нефтезавод. В гараже обезвредили боевую гранату, а уходивший от погони полиции рязанец устроил сразу несколько аварий. Об этих и других странных событиях, которые произошли за сутки, расскажет Наталья Новикова. В ночь на 14 апреля сумасшедший рязанец позвонил в администрацию президента России и сообщил, что в ближайшее время будет захвачен нефтеперерабатывающий завод. Звонок поступил в справочную службу в 2 часа ночи. После того, как 49-летний мужчина сделал заявление, он нецензурно выругался. Сотрудники столичной полиции связались с рязанскими коллегами и выяснили, что этот мужчина давно им известен. Скандальный рязанец состоит и на учете в психдиспансере, и постоянно звонит в госучреждение с подобными сообщениями. А сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа отдела Росгвардии Рязанской области обезвредили боевую гранату, найденную в гараже. О подозрительном предмете сообщили в полицию местные жители. На место происшествия незамедлительно приехали взрывотехники ОМОНа. Саперы обследовали предмет и установили, что перед ними ручная граната оборонительного типа с зарядом взрывчатого вещества. Бойцы ОМОНа перевезли боеприпасы в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом. Уходивший от погони полиция рязанец устроил несколько ДТП. Мужчина на Рено Логан на высокой скорости протаранил пять машин на разных улицах города. За водителем была организована погоня, в результате которой рязанец врезался в три машины автоинспекторов. В дежурную часть управления ГИБДД ОМВД России по Рязанской области от неравнодушных граждан поступило сообщение, что по улице Советской армии двигается автомобиль, которым управляет водитель с явными признаками опьянения. Экипаж отдельного батальона ДПС ГИБДД разыскал, догнал подозрительный автомобиль Рено и принял меры для его блокирования. Однако нарушитель, совершив несколько столкновений с проезжающими автомобилями, попытался оторваться от полицейских. Получилось все как в кино. Включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по Рязанской области преследуют темное Рено. На неоднократные требования остановиться водитель не реагирует. На перекрестке улиц Солнечная и Северная окружная дорога нарушитель, создавая аварийную ситуацию, проезжает и на красный сигнал светофора. Нарушителя удалось задержать и на улице Бутырки у мужчины не оказалось прав. При блокировке задержания нарушителя автомобиля Рено причинило повреждение нескольким автомашинам рязанцев и трем автомобилям ДПС ГИБДД. Инспекторы отдельного батальона ДПС выяснили, что 22-летний рязанец с явными признаками опьянения, злоупотребив доверием знакомого, завладел его автомобилем и совершил на нем несколько ДТП и серьезных административных правонарушений. Теперь нетрезвому гонщику вменяется использование чужого транспортного средства, неоднократное оставление места ДТП, неповиновение законным требованиям сотрудников ГИБДД, пресс-перекрестка на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В таких случаях законодательством предусматривает наложение ряда строгих штрафных санкций, включая лишение права на управление транспортным средством и административные аресты на срок до 15 суток. Рязанские подростки в виде наказания получат максимум выговор от родителей. Они решили показать жителям города, что представляют из себя сейчас торговые ряды на Краснорядской улице. Ребята залезли внутрь, сняли ролик и опубликовали его на видеохостинге Ютуба. Всего юные исследователи прошли по нескольким помещениям давно пустующего здания. Сейчас мы ненадолго прервемся, не переключайтесь и смотрите во второй части этого выпуска. И снова вандалы. На этот раз повредили памятник ветеранам. В музее Академии ФСИН новый экспонат – винтовка Мосина. И весна – время преображения. Как найти свой собственный стиль? В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. В ходе очередного рейда префектуры железнодорожного района была обнаружена поврежденная вандалами памятный доскам с именами ветеранов Великой Отечественной войны. На месте происшествия в сквере керамзавода побывала наша съемочная группа. Сразу по обнаружению факта префектура направила материалы в дирекцию благоустройства города, организацию, на которую возложены обязательства по поддержанию памятников в надлежащем состоянии. Практически сразу, спустя несколько дней, доску заменили. По факту этого акта вандализма дирекция подготовила материалы, чтобы направить в полицию соответствующие заявления. Виновников обяжут компенсировать затраты на реставрацию. По замене данной доски сумма в районе 6 тысяч рублей. Ну, хотелось бы отметить, что вместо того, чтобы эти деньги направить на благоустройство города, мы вынуждены направлять их на замену, реставрацию поврежденных досок. К сожалению, факты вандализма пока не редкость. Портят парковую мебель, зафиксированы случаи краж парковой мебели, скамеек, урн. Портят, ломают деревья высаженные молодые, выкапывают цветочную рассаду, высаженные в городе Рязани. Но даже не финансовый вопрос в таких случаях самый острый. В преддверии главного патриотического праздника россиян Дня Победы самое вопиющее это отношение горожан к своей истории. Остается только надеяться на сознательность рязанцев, чтобы наш город в преддверии майских праздников встретил Великий День Победы во всей красе. И мы испытали гордость и за наших жителей города Рязани, и за город Рязани. Тем временем в городе ведутся масштабные подготовительные работы к главному празднику – Дню Победы. К примеру, уже заменены фотографии ветеранов на памятной доске на улице Высоковольтной. Фронт работы очень большой, много прикладывается усилий для подготовки к проведению 9 мая. На территории города расположены 21 мемориальные сооружения и памятники, посвященные Великой Отечественной войне, а также 27 мемориальных досок. Проводится работа по санитарной уборке, по косметическому ремонту, по уборке мусора, посадке кустарника. До Дня Победы осталось совсем немного времени, и вспоминать о подвиге советского народа стоит в течение всего года. Как и бережно относиться к памятникам, посвященным героям того времени. Экспозиция Музея истории уголовно-исполнительной системы пополнился новым экспонатом. Старинная винтовка Мосина, в народе известная как трехлинейка. В настоящее время этот музей включает 11 залов, которые в хронологической последовательности знакомят с развитием уголовно-исполнительной системы в нашей стране. Центральным объектом музейного пространства является история Академии, старейшего учебного заведения города. Здание музея истории УИС и Академии ФСИН России было выбрано не случайно. Построено оно в эпоху правления Екатерины II и включает в себя 11 залов, которые в хронологической последовательности знакомят с развитием уголовно-исполнительной системы в нашей стране. Все начинается с зала эпохи Средневековья. Представленные там экспонаты рассказывают о видах и способах телесных наказаний. Например, металлическая маска, в отверстие которой вливается раскаленный металл или вода. Ее надевали на тех, кто совершал преступление против интересов государства или был улечен в фальшивом маничестве. Здесь также находятся не только орудия пыток, но и те предметы, которые позволяли удержать преступников. Тогда это была непростая задача, ведь в то время каменных тюрем не существовало, а заключенных держали в деревянных срубах. Также в этой части музея находится такой интересный экспонат, как Орден за пьянство. Один из самых интересных экспонатов – это фигура каторжника Григория Ивановича. Такое имя ему дали сотрудники кафедры философии и истории. По легенде, он пытался бежать из мест заключения, но был пойман, за что его и приковали к тачке. Одежда, посуда, кандалы – все в точности так, как было в XIX веке. В зале, который посвящен дореволюционному периоду, расположен самый старинный экспонат музея – Драгунская шашка 1904 года. Орудие имеет свою историю, потому что находилось на вооружении сотрудников мест лишения свободы того времени. В следующем зале можно увидеть, как выглядело рабочее место начальника исправительно-трудовой колонии 60-х годов XIX века, а также познакомиться с запрещенными предметами, изъятыми у осужденных. Здесь экспонируются игральные карты, заточки и даже самодельный кипятильник, который называется просто «брррр» из-за звука, который издает. В этом же зале находится макет исправительно-трудовой колонии того времени, который демонстрирует внутреннюю планировку учреждения и многоуровневую систему защиты. Активное участие в пополнении экспозиции музея принимают представители Оренбургской области. Благодаря их трудам на полках многих залов находится так много экспонатов. Так совсем недавно приехали на сдачу государственных экзаменов Павел Геннадьевич Движков и Юрий Петрович Коробов и привезли в Дармузею винтовку Мосина. Данный экспонат мы нашли на территории Оренбургской области. Эта винтовка принимала участие в гражданской войне. Сейчас винтовка выглядит почти так же, как в былые времена. Затворные механизмы по-прежнему действуют. В общем, с ней можно хоть сейчас идти в штыковую атаку. Конечно, эта винтовка была не в таком состоянии, когда мы ее нашли. Нашли ее только металлическую часть. Деревянная часть, она, конечно, к сожалению, не сохранилась. Но, тем не менее, что мы нашли, затменивший затвор был. Сейчас, как мы видим, работает, винтовка стреляет. Данная винтовка, она царская. То есть, это было выпущено еще далеко до революции. Очень приятно передать в дар эту винтовку. И я надеюсь, что для патриотического воспитания курсантов это будет хорошим примером. Конечно, это лишь малая часть того, что представлено в музее. В настоящее время его коллекция насчитывает свыше 700 экспонатов. И она постоянно пополняется. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мошенничество в разных проявлениях. Пожалуй, самый массовый вид криминальной деятельности современного мира. Формы и способы выманивания денег у граждан разнообразны. А смекалка и хитрость аферистов шагают в ногу с новейшими научными достижениями. Между тем, правоохранительные органы службы безопасности на страже. И ни одна схема не остается незамеченной. Фактически в письме содержатся угрозы попыткой взлома компаний, электронных сетей компании, бухгалтерии. И сразу предлагается заплатить мошенникам некую сумму денег на электронные кошельки. Одним из новейших видов мошенничества стали письма на электронную почту, которая содержит в себе определенные угрозы с требованием перевести денег на тот или иной счет. Чтобы не несло подобное сообщение, рекомендуется игнорировать такие письма. Если считаете, что у вас действительно сеть ваша компьютерная или компьютерная безопасность у вас каким-то образом нарушена, то лучше обратиться к специалистам по информационной безопасности для проведения аудита. Но ни в коем случае не платить. Потому что, в общем-то, никогда... Ну даже в случае, если произойдет какой-то компьютерный инцидент, то даже заплатив эту сумму, вы, в общем-то, не спасете свою информацию. Уже более 11 тысяч горожан состоят в Рязанском автомобильном клубе, имея на руках карту постоянного клиента. Они получают возможность пользоваться большим количеством услуг, передвигаясь по городу. От скидок на заправках до бесплатной юридической помощи в случае аварии. Как работает система, выяснила Анна Герцовская. Пластиковая карта Рязанского автомобильного клуба приобретается для одного человека и не передается другим лицам. Ее срок действия не ограничен. При этом карта не имеет абонентской платы и дает массу преимуществ. Среди партнеров клуба можно назвать не только автозаправки, но и один из лучших отелей города. Приехав туда, владельцы карт могут получить ряд привилегий. Скидки на услуги, дополнительные подарки, а также возможность расплачиваться рубонусами. Валютой, которая накапливается на карте автоклуба в результате ее использования. Система накопления и использования бонусов практически идентична такой же, как в системе процессинга обычных пластиковых карт. Мастер, карт, виза. То есть абсолютно аналогично. Единственное, что мы пошли на упрощение для своих клиентов, и им не нужно закупать дорогое банковское оборудование, достаточно более простого набора инструментов. Поэтому пришлось немножко эту систему видоизменить, чтобы она могла работать с более простым оборудованием, но при этом не потерять нигде в точности расчетов и, естественно, в безопасности их. То есть расплатиться рубонусами можно у любого партнера автомобильного клуба. Мы благодарим Рязанский автомобильный клуб за успешную программу сотрудничества в рамках программы рубонусы. И приглашаем всех держателей клубных карт Рязанского автомобильного клуба посетить наш парк отель «Сова» и воспользоваться всевозможными бонусами, которые у нас проходят в рамках нашего сотрудничества. Этот парк-отель обладает особым стилем и своей неповторимой атмосферой. Здесь сочетается роскошь и удобство, стильный интерьер и домашний уют. Помимо комфортного размещения в номерах различных категорий и отличного ресторана, здесь есть целый спа-комплекс с выходом во внутренний уютный двор отеля. Владельцы автомобильных карт проводят первые полчаса в спа бесплатно. Парк отель «Сова» в целом – это ресторан-гостиничный комплекс, который включает в себя и деловую городскую жизнь, так и домашний уют, комфорт и стильный интерьер. Вообще парк отель «Сова» – это единственная в Рязани сертифицированная гостиница на категорию 4 звезды. Мы официально состоим в реестре. Среди других партнеров Рязанского автомобильного клуба можно отметить кремлевскую стоматологию. Она стала одной из первых, где начал применяться на практике стоматологический туризм. Сейчас это направление развивается по всей Рязани. Клиенты из Москвы и других городов приезжают в наш город за более качественным сервисом в сфере стоматологии и демократичными ценами. К тому же оборудование, которым обладает в данном случае именно кремлевская стоматология, является редким и востребованным. Таких томографов всего 4 в России. Он позволяет делать качественные 3D-снимки челюсти, суставов для их профилактики и лечения. Нелишним будет заметить, что держатели карт Рязанского автомобильного клуба могут получить привилегии в других лучших учреждениях города. Автомобильный клуб Рязани работает уже на протяжении 10 лет. И все это время абсолютно бесплатно помогает своим участникам решать самые разнообразные вопросы. Будь то приобретение некачественного товара, отказ в страховых выплатах или оформление ДТП. Так что взвесив все за и против, можно сказать, что карта Рязанского автомобильного клуба – это уникальный для современного мира продукт. Весна – пора преображения. Именно в это время года прекрасной половине человечества хочется перемен, в том числе и в своей внешности. Найти свой собственный стиль и полностью преобразиться помогут профессионалы. Как они это делают, знает Ирина Ковалева. Стилист-имиджмейкер Светлана Дьяконова считает, что стиль – это в первую очередь индивидуальность, удобная как для самого человека, так и для окружающих. Не секрет, что одной из главных составляющих индивидуальности считается то, что мы носим. Именно поэтому в студии стиля специализируются на пошиве как женской, так и мужской одежды. Здесь профессионалы помогут подобрать фасон, подходящий именно вам. И, конечно же, учтут все ваши пожелания. Мы подчеркнем достоинства и скроем ваши недостатки, если таковые имеются. И самое главное, большое качество индивидуальной пошивы – это воплощение всех своих желаний и фантазий в изделии. Воплощение в крое, воплощение в принте, воплощение того, чего вы не можете найти в магазине. Еще один плюс – ткань можно подобрать здесь же. Это значит, что не придется тратить дополнительное время на поиски нужного и, самое главное, качественного материала. В студии стиля Светланы Дьяконовой представлены только европейские производители, по большей части итальянские. Причем здесь можно найти образцы разных категорий, в том числе и брендовые ткани. Для некоторых людей очень важно, чтобы изделие было пошито из брендовой ткани. У нас таковые имеются в наличии. Вот, например, шерсть Этро с великолепным принтом этого бренда. Выбор ткани и нужные именно вам модели любой сложности кроя превращаются в невероятно приятную процедуру, благодаря теплой атмосфере, царящей в салоне. Здесь же вам помогут подобрать дневной или вечерний макияж и аксессуары, которые, кстати, могут изготовить по вашему заказу. Декоративные элементы, броши, машины или ручная вышивка – выбирать только вам. Ну а если пока нет времени на индивидуальный пошив, можно найти что-то из имеющихся оригинальных моделей. В любом случае, посещение студии стиля Светланы Дьяконовой может превратить не только ваш день, но и вашу жизнь в стильный яркий праздник. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваши выгоды составят 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok